Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем говорить с вами о технологиях принтования. Как принтовать ткань и принтовать готовые изделия. Если вы занимаетесь дизайном одежды, в принципе покупаете одежду, то вы наверняка замечали, что вокруг нас безумное количество разнообразных узоров и принтов. И для того, чтобы их правильно создавать, для того, чтобы иметь возможность воплощать свои идеи в жизнь, конечно же, очень важно знать и понимать технологии печати. Их существует сейчас достаточно много, есть какие-то более дорогие, более дешевые. И я в этом видео объединила, разобрала их на разные типы и хочу вам о них рассказать. То есть не то, что я буду рассказывать каждую конкретную технологию прям детально, просто чтобы вы понимали, как это происходит. Значит, начнем с того, что такое принт. Принт это какое-то изображение, рисунок или фотография, которое мы наносим определенным способом. Это может быть там ткань, бумага, кружки. Но поскольку в данном видео я говорю именно о тканях и одежде, мы как бы условно принимаем то, что все, что мы печатаем, мы печатаем на ткани и одежде. Соответственно, могут быть еще какие-то бейсболки, кроссовки. Ну, в целом, то, что касается именно этого направления, печать по металлу и по бумаге, мы не рассматриваем. Как происходит, соответственно, данный процесс печати? Итак, основные виды и способы печати. Их глобально можно разделить на три направления. Это прямая печать, вытравка и резервное окрашение. Что же это такое? Когда мы говорим с вами про прямую печать, у нас есть поверхность, ткань или полотна, на которую сверху мы наносим какой-то узор разными способами, какими сейчас буду рассказывать. Когда говорим про вытравку, это уже более сложная технология. То есть у нас изначально с вами гладко крашеное полотно, ну, как правило, гладко крашено, то есть каким-то одним цветом. И при помощи определенных химических составов мы вытравливаем тот цвет, который получился. Либо вытравливаем его в белый цвет, либо же заменяем каким-то другим цветом. Тоже сейчас это расскажу, как это может быть. И третий момент – это резервное окрашение. Когда мы с вами создаем какие-то участки на нашем ткани или полотне, которые не окрашиваются. И после этого окрашиваем целиком это полотно, очищаем то, что называется резервом, вот этот состав, и получаем какой-то рисунок. Соответственно, поехали разбираться, что есть что. Прямая печать самая популярная, но когда мы что-то взяли, начинаем на этом рисовать. Я выделила 7 основных типов, даже добавила сюда ручную роспись. Хотя это не совсем промышленный способ производства, все равно он используется, я о нем не могу не упомянуть. Первый – блочная печать или набивка. Вообще один из самых древнейших способов для того, чтобы создавать узоры на ткани. И, как правило, это деревянные блоки, которыми принтуют непосредственно изделие. Этот деревянный блок вырезается определенной формы, с определенными технологиями. Там тоже все традиционно это передается, и они знают, как это правильно делается. И когда происходит именно сама набивка, то этот блок, его прибивают и немножко по нему постукивают. Таким образом появилось вот это слово «набивать». Она может быть как одноцветная, так и многоцветная. Блоки бывают самые разные. Сейчас в основном это сохранилось в Индии. Соответственно, берется полотно, оно гладко раскатывается, и потом на это полотно набивается рисунок вот этим трафаретом, может в один цвет вставать аккуратненько. Там есть точка стыковки, по которой идет человек, может пропечатываться несколько цветов. Конечно же, нужно понимать, что это ручной труд, это достаточно долго и достаточно дорого, но тем не менее, это сохраняется, эта традиция, и ее до сих пор как бы эти ткани, особенно Индия, Пакистан, это направление, вот оно сохраняется. Что можно сказать по плюсам и минусам блочной печати? Ну, во-первых, это поддержание традиции, это уже хорошо, да. Как правило, используются натуральные материалы и натуральные красители, то есть сама ткань натуральная, и красители натуральные, и всегда это какие-то уникальные узоры, а могут быть традиционные узоры, которые вот уже сохранились. Конечно, из минусов, это достаточно низкая производительность, вы не сможете там сотни метров производить за один день, и достаточно дорогая стоимость. Несмотря на то, что это азиатские страны, мы привыкли, что в Азию обычно отправляют на более дешевое производство, все-таки это большой ручной труд, и все равно это стоит намного дороже, чем другие способы печати. Поэтому в этом моменте есть и плюсы, и минусы, и тут нужно понимать, что здесь не пройдет такой момент, что вам нужно там полметра, да. Это нужно создать эту форму, ее нужно доработать, ее мастер должен вырезать, поэтому это все равно требует достаточно большого объема производства, одинаковой ткани, потому что, ну, если вы хотите там полметра запечатать, и мастер будет там несколько дней резать эту форму, это, конечно же, не здорово. Так, следующий вариант, это у нас трафаретная печать, или так называемая шелкография. Я, когда начала это разбирать и копать, она у меня почему-то никак не сходилась в одно и то же, что трафарет и шелкография это одно и то же. На самом деле оно так и есть. Что здесь у нас происходит? Мы с вами делаем какой-то трафарет, через который прокатываем краску, и, соответственно, краска остается на ткани, либо на готовом изделии. Вообще, вот шелкография, почему шелкография, да? Когда патентовали в 1907 году, его назвали Silk Screen Printing, то есть печать шелковым ситом. У вас получается, что есть сито, и какие-то части этого сита закрываются плотным составом. Та часть, которая остается, через нее проникает краска. Соответственно, это и получается ваш рисунок. Его сейчас еще часто называют Screen Printing, то есть экранное принтование, вот как рамочки такие. И оно может быть как одноцветное, так и многоцветное. Очень популярный способ им печатают. И как просто отдельные единичные изделия, так и ткани делают. Здесь момент, что нужно правильно подготовить файлы и вообще рабочие документы, чтобы разделить цвета. Есть ограничения, конечно, по количеству цветов. Ну, часто у оборудования там это не больше 6 цветов, либо не больше 12, потому что после нанесения каждого слоя требуется его просушить. Оно термически закрепляется. И наносится уже следующий. Поэтому разное бывает, но совершенно разное оборудование. Вот эти вот есть вертушки, на которых много этих рамок. То есть там нужно тоже подготовить, соответственно, эти экраны, через которые будут печататься. Это отдельный такой блок. Я сейчас просто хочу рассказать о том, что есть такой способ. Он очень активно применяется. Так что если вы услышите шелкографию, то вам всегда. Она может быть ручной у нас с вами, да. Когда процесс полностью делается руками, то есть создали эту рамочку, и после этого уже руками все прокрашивается. Полуавтоматически, когда накладывают и снимают это все руками, либо полностью автоматически само. Хотя вот совсем полностью автоматически без людей все равно не происходит. Все равно люди, как правило, накладывают и снимают. То есть это уже какие-то такие, ну не текстильные скорее получаются, изделия, которые полностью автоматом делаются. Вот, очень интересный способ. Основные плюсы и минусы. Ну, во-первых, когда вам нужна реально большая партия, ну там, грубо говоря, от тысячи штук, да, это очень-очень выгодный способ. Он достаточно дешевый, получается прекрасная себестоимость. Можно использовать различные цвета и оттенки, то есть сколько вот намешали цветов, столько в эти рамочки и загнали. Соответственно, получается самая разнообразная печать. Получается достаточно ярко и четко. Не совсем прям можно добиться полностью изготовления тоничайших деталей, то есть для этого лучше другие способы использовать, потому что здесь все-таки есть некоторые ограничения по размеру сетки, какие они бывают, то есть там тоже это своя вот эта технологическая особенность. Если вам нужна одна штука, то на шелкографию смотреть не стоит. То есть приблизительно при тираже от 50-100 штук уже это и разумно, да, если меньше, то лучше этот метод не рассматривать, потому что вам будет дорого. Вот сама стоимость изготовления трафарета и приладка оборудования. И, соответственно, еще нужно достаточно долго просушивать изделие, то есть там специальные есть условия, при которых оно должно высунуть, чтобы данный, тот узор, который вы создали, хорошо держался. Можно сразу на готовом изделии это все принтовать, можно принтовать по ткани. Есть специальные станки, которые все принтуют, то есть это все достаточно удобно. То, что вызывает всегда восторг, вот это видео, ротационная печать с сетчатыми шаблонами, когда вращаются такие валики, и один валик один цвет печатает, другой валик другой, и получается многоцветный узор. Она похожа на шелкографию, да, вот то, что мы брали, вот эти рамки печатали, только вместо рамок у нас с вами получаются цилиндры. И, соответственно, внутрь цилиндра подается краска, через дырочку она выступает, и на ткань наматывается, накладывается цвет. Конечно, выглядит это все вау, но нужно тоже готовить цвета, нужно разделять эти все барабаны, и здесь это всегда крупно-масштабное предприятие, потому что само изготовление барабанов это достаточно долго и дорого. Вот, и нужно приладить оборудование, чтобы все четко шло, зато получается большая выданка, то есть здесь нужно очень много всего, получается очень четкое изображение, никуда оно ничего не смещается, хорошо держит геометрию, все совершенно прекрасно. Такой способ у нас тоже есть. Основные плюсы и минусы. Конечно же, это четкость, то, что я уже сказала, да, получается дешево, когда у вас большой объем, скорость производства, можно производить там сотни метров в день. Для маленьких партий категорически не подойдет, то, что это очень дорого, вы за только производство барабанов там отдадите безумное количество, да, спецоборудование, спецмастера, которые это могут обслужить, потому что это все требует точной приладки. И еще один метод, который сегодня безумно популярен, это сублимационная печать или переносная сухая печать. Печать методом переноса. В чем заключается смысл этой печати? Соответственно, у вас есть определенная бумага, на которой принтер печатает, соответственно, изображение, притом зеркально. Он его пропечатывает, после этого данная бумага складывается с вашей тканью или полотном, и при температуре и давлении они совмещаются, и происходит процесс сублимации, когда у вас твердое вещество, минуя жидкое состояние, переходит в газ, и оно у вас друг в друга входит и прекрасно закрепляется. Соответственно, минуя вот эту жидкую фазу, получается все это хорошо. То есть нам нужна специальная бумага, специальный перинтер, который нам это распечатает, термопресс, и потом уже постпечатная обработка. Можно печатать как полотна, так сразу и подкрой. На изделии такое напечатать достаточно сложно, хотя можно там наклейками, термопереносом это делать, когда просто вырезают кусок и туда это накладывают. То есть не сразу полотно целиком гонят, а только на одном куске вот этот термоперенос осуществляют. Не очень это красиво и зрелищно смотрится, но в процессе производства, потому что очень похоже на обычный принтер, который печатает по бумаге, ездит эта печатающая головка, и потом это все входит внутрь термопресса. Если это полотном, то это большие вот эти валики, которые между собой прокатывают и нагревают, если это кусок какой-то, то термопрессы плоские, на которые это все кладется и приминается. Много делаю сейчас с племенационной печатью. Красочность изображений, почти любая сложность, всякие градиенты, переходы, мелкие детальки легко, очень хорошо она держится. Можно делать и маленькие партии. Я знаю, что многие фирмы принимают заказы от 1-2 метров, как договоритесь. Как правило, здесь требуется светлая основа, потому что наносится сверху. И чаще всего делается на синтетике. В основном требуется больше 50% полиэстера. Но сейчас начали появляться такое оборудование, которое может делать и сублимацию на хлопки. Мало кто это делает. Не у всех это оборудование есть. В основном, когда мы говорим про сублимацию, мы подразумеваем, что, скорее всего, это будет все-таки полиэстер от 50%. Здесь тоже надо всегда обращать внимание, какая будет цвет передачи, как это все будет происходить. Но процесс вот такого вот тоже переноса. Напечатаны на бумаге и потом спаяли это все с основой. И вот в продолжении вот этого спаивания есть еще термотрансферная пленка. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Есть и для детской одежды. Они просто продаются в магазинах. Утюгом погладил, у вас изображение получилось. Ну и есть более профессиональные, когда можно купить самые разные пленки. Из них, как правило, лазерно резко вырезают какое-то изображение. И потом его под термопресс кладут. Оно тоже у вас спекается. И получается изображение. Как правило, вот эти вот резиновые принты, это как раз оно. Но очень популярный метод. Часто используется у нас он в промо-одежде, когда нам нужно нанести какие-то логотипы. Плюс ко всему вот эти вот пленки, они могут быть разные. Они могут быть глиттерными, они могут быть с эффектом металла или зеркала, они могут быть флоком. Это когда такая, как бархатная поверхность получается, в расистые. Да, может быть голографическая пленка, обычная пленка. Также может быть светоотражающая пленка. То, что вот мы видим на одежде спецработников, это тоже вот сюда. То есть она термопереносом туда делается. Поэтому метод достаточно популярный. Если смотреть по плюсам и по минусам, это быстро, просто. Можно делать это одной штуке, вам это сделают. Возможно добиться вот разных эффектов. То есть если мы там говорим про сублимацию, у нас будут просто базовые цвета, которые есть и самые разнообразные рисунки, то здесь мы можем эффект какого-то глиттера добавить, перехода, металла. Металлические принты, кстати, часто делают. Очень часто данные принты плохо держат стирку. Может потрескаться и отвалиться. Я говорю, потому что многие наверняка с ними встречались. Это вот они. Ну и есть, конечно же, ограничения по выбору цветов, потому что выбирают эту пленку, чтобы оно было. Иногда печатают точно так же, как при сублимационной печати, да, и тоже получается термоперенос. Здесь смысл другой. Если при сублимации мы с вами на бумажном носителе печатаем то изображение, которое нам нужно, то здесь мы берем именно пленку, из нее вырезаем, и эту пленку наклеиваем на изделие. То есть, ну, как бы и то, и то наклеивается сверху, но просто разные смыслы. Тоже популярна сейчас цифровая печать. Ну, для понимания, вот как у вас принтер печатает, да, то есть он едет в головку и выпечатывает, соответственно, изображение вот этого. Без промежуточных носителей. То есть мы сразу напрямую печатаем на ткани. Выглядит это следующим образом. Печатают очень часто на натуральных тканях, потому что в сублимации, да, у нас было ограничение, хотя уже делают хлопки, но все равно, а здесь и хлопок, и он нам хорошо подойдет. Очень важно, какими чернилами печатают. Иногда нужны пигментные чернила, чтобы не пропадала яркость, потому что ткань имеет особенность впитывать краску, и за счет этого она проседает. Может растекаться краска, ну, в общем, много всяких разных неприятностей бывает. Но в целом вы создаете какой-то принт, его отправляете, и этот принт просто распечатывается на том полотне или той ткани, которую вы задумали. Из плюсов и минусов цифровой печати можно выделить, что это достаточно дешевый метод. Можно печатать маленький объем, но там действительно печатают от А3, в зависимости от производителя, надо всегда разговаривать. Может быть картинка любой сложности, с любыми переходами. И вот натуральные ткани тоже оно все хорошо любит. В основном нужна белая основа, либо же, если вы хотите напечатать не на белой основе, а на другой, наносится специальный грунт, который делает белую подложку, на которую потом наносится изображение. Могут потусклеть краски, конечно же, и, возможно, не стойкость принта после стирок. Но это тоже такие особенности. Не смогла я пройти мимо, сюда добавила ручную роспись, потому что мы говорим обо всем, что касается именно нанесения изображения на ткани или на одежду, ручная роспись в своем разнообразии. Пометила, что она здесь есть. Особо в нее углубляться не буду, потому что она присутствует, ее используют, но это не совсем промышленное производство. Это скорее штучная, эксклюзивная работа. Мы с вами переходим к вытравке. То есть до этого мы смотрели все способы, которые наносятся на поверхность. Теперь мы смотрим способ, который выбивает краску с поверхности. То есть у нас уже есть окрашенное полотно, и мы теперь из этого полотна выбиваем краситель. Есть два знаных способа. Это белая вытравка и цветная вытравка. При белой вытравке, по сути, действие отбеливателя. Взяли полотно, капнули на него отбеливателем, и после этого по определенной обработке данного полотна мы получаем выбеленный эффект. Соответственно, все как бы достаточно банально, легко укладывается в мозгах, как это делается. Здесь бывает некоторая нестабильность результата, и нужно очень аккуратно все подбирать. Это, по сути, такая вот химическая чистая тема. Вот, и есть еще цветная вытравка, она еще более интересная в этом вопросе, потому что у вас происходит выбивание цвета основы, то есть вы его убираете, и замещение этого цвета другим цветом. Соответственно, краска фона разрушается, и вместо этого цвета используются специальные вещества с добавлением красителей, которые не разрушаются, а наоборот его замещают. Основным плюсом является мягкость полотна, то есть ничего сверху у нас нет, у нас вот оно все как покрашено, так и приятно, и очень долговечно. Сколько вы его не стираете, вы не выстираете, то есть он у вас уже выбеленный, если только цвет фон или нет начнет. Вот, не на всех тканях это можно сделать, в основном это на хлопке работает, и там очень важно, какими реактивами покрашена ткань или полотно, для того, чтобы на нем сделать данный эффект. И бывает достаточно высокий уровень брака, потому что если неправильно соблюли какую-то технологию, что-то куда-то затекло, неправильно сделали обработку после того, как нанесли эти все составы, то там может получиться непонятно что. Но всего есть свои плюсы и минусы. И последний способ, это резервная печать. Здесь будет некоторое повторение относительно того, что было до этого. Я выделила три способа основные. Набивка. То, что у нас был самый первый способ, это блочная печать. То есть мы тоже на поверхность ткани набиваем рисунок при помощи специального состава. После этого это полотно целиком красится. И вот то, что мы рисунок набили, соответственно, он у вас не прокрашивается. Его вымывают, и получается полотно с рисунком, который не прокрасился. То есть это частично блочная печать, частично резервная печать. То есть мы создаем резерв, через который не проходит, соответственно, краска. Очень популярный способ. Его часто используют. Тоже он достаточно традиционный. Поэтому надо его иметь в виду. Тай-дай или сибари окрашивание методом связывания. То есть когда создают какие-то узелки, скручивание, и таким образом создается вот этот вот резерв, то есть место, в которое не попадает краска. Тоже очень старый метод окрашивания. Есть самые разные его вариации, когда скручивают, заливают, завязывают, привязывают, получают самые-самые разнообразные эффекты. Если кому-то интересно, посмотрите на YouTube, полно роликов о том, как это делать и как создавать. Аккуратно выбирайте красители, обязательно защищайте себя, руки и все вокруг, потому что все будет в краске. Вот, ну техника прикольная. Из плюсов и минусов тай-дай это ручное окрашение. Здесь можно получить яркие, прикольные, переливистые цвета. И можно, соответственно, красить от одного изделия. Вот. Ну поскольку это ручной труд, это всегда более дорого, чем это производство большими партиями. И у вас никогда не получится два одинаковых изделия. То есть если вы делаете партию, вы бы хотели получить, чтобы там все футболки были хотя бы приблизительно похожи, здесь все равно краска как затечет, так затечет. Поэтому никаких гарантий того, что они у вас будут хотя бы похожи. Вот. И батик. Тоже это не совсем промышленное производство. Не могла я его пройти мимо. Это ручная роспись по ткани, когда у вас используется резервирующий состав. Он может быть холодный батик или горячий батик. Но смысл у нас остается такой. Часто им занимаются, создают безумную красоту, используют эти ткани и в интерьерах, и в одежде. Совершенно уникальные получаются изделия. Очень широкая вариация по сюжетам и всему остальному. Безумная яркость красок. Но при этом такой же минус, как и в Тайдай. То есть мы не можем с вами повторить несколько одинаковых изделий. Все равно это будет ручной труд и будет какое-то отличие. Это долго, это дорого. Соответственно, это может быть в принципе и плюсом и минусом. Когда мы создаем что-то эксклюзивное, у нас могут быть эксклюзивные шарфы, эксклюзивные платья, например, шелковые. И это будет плюс. Если мы говорим про большое промышленное производство, может быть минус. Я его сюда включила, потому что оно является тоже резервным украшением. Но басик это вот больше ближе к творчеству, чем к промышленному производству. Я искренне надеюсь, что вам понравился этот ролик. Он был информативным и дал вам понимание вообще о способах создания тех или иных взоров и принтов на ткани. Обязательно подписывайтесь и не забывайте ставить лайк, если вам понравилось. А также, если у вас появились вопросы, если вы хотите больше видео про принты и вы хотите узнать еще какие-то темы, напишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. И буду готовить для вас новые видео, именно те, которые интересны для вас. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok